Огромное спасибо всем, кто поддерживает выход нарезок копеечкой на бусти и донейшн аллерс. Бабер обещал на бусти видео с шаурмой от чебов и взял прогрел Гоев просто. Никакого видео с шавой от чебов не было. Я только ради этого подписывался на бусти. Сколько у кого доход в час в хомяке? У меня 360 тысяч в час доход. У меня хомяк типа добывает криптовалюту. Наверное уже спрашивали, что как впечатление откадило. Конечно прилично сюрпризов навалило. Слушай, машина очень приятная. Я удивлен. Я на Америке на такое относительно настоящее не ездил. И это можно сравнить лишь с передвижением на диване, который набит перьями. То есть вы сидите на домашнем или каком-то плюшевом диване, большом, огромном. Но вы при этом едете. Хотя вы сидите на диване. Я знаю, у меня подписчик хотел ее купить. Он даже два объявления кидал, если это то, о чем я думаю. Сейчас подожди, я загуглю. Красного цвета такую хотел брать. Они по 500 тысяч тогда стоили. Да, да. 500 тонн она стоила. Он меня просил за ней съездить в Питер. Сейчас я вам на стриме покажу ее. И историю расскажу. Вот она, эта машина. У них рынок был 550 тысяч. Это было в 2020 году. В 2020 году вот такая Альфа Ромео стоила порядка 600 тысяч. В более-менее среднем состоянии. Не в плохом состоянии. То есть нормально. Были и по 450 варианты. Я серьезно. Вот так и жили в те годы. Вспомните те золотые деньки. Когда приоры по 150 можно было найти вполне себе бодрую. Короче, я должен был за ней ехать в Питер. Пригнать ее в Москву. Провести ее обслуживание. Ну, короче, смотрите, какая хрень. И контент поснимать. Купить машину. Перегнать ее до МСК. Поменять в ней там масла, фильтра. Привести ее в божеский вид. Колодочки тряхануть там. В общем, ее всю залезать, так скажем. Подшаманить, да. Чтобы ему вручить через месяц. То есть месяц-полтора он давал мне тайм-аут на то, чтобы я ее привел в достойный вид. И предоставил ему уже готовую машину. Все расходы, разумеется, с него. То есть там все технические жидкости. Вся эта байда. Он все покупает. Но в конце он нанял автоподбор. Да, по-моему, 7000 рублей разовый автоподбор стоил. Ее загнали на подъемник. И что выяснилось? У машины из четырех тормозных трубок текут три тормозные трубки. Вы только вдумайтесь. ГТЦ с подтеками жидкости. Главный тормозной цилиндр. Колесные болты не фиксируют диски. То есть резьба в колесных болтах. И диски того глядя отвалятся колесные. Далее по электрике все табло в ошибках у нее. И эти ошибки не скидываются. То есть диагност, который приезжал на разовый подбор, он стер, естественно, ошибки. Завел ее еще раз. Она опять троит, пердит и у нее вся гирлянда горит. В общем, он дал заключение, что даже если автосалон подвинется в цене на 200 тысяч, она стоила напоминать 540, по-моему. То есть он сказал, даже если они подвинутся, они сразу на сотку подвинулись, когда он им показал все эти проблемы, автоподборщик. Когда они ее загнали на подъемник, он им показал, ткнул носом во все эти проблемы, они уже на сотку подвинулись. Он говорит, даже если сейчас она на 200 подешевеет от 540, ее типа я ее не рекомендую брать. Говорит, у нее все сломано у этой машины. При этом она была какого-то восьмого или десятого года. Ну, где-то так, то есть не совсем старая, ей 11 лет было. И он от автоподборщика его отговорил, он говорит, Альфа Ромео это помойка, то есть она с завода была мусором. Люди отъезжали, ездили на них 2-3 года, и у них все рассыпалось. То есть вся машина, ну, просто начинала рассыпаться. Качество сборки, качество материалов, все на низшем уровне. Как он черри амулет лучше будет по качеству сборки. Потом он еще заказал один разовый подбор такой же красной Альфы. Уже где-то под Питером, там, в области. И она тоже, она свежее, по-моему, на год была. И она тоже оказалась мертвым мусором. Вот абсолютно мертвым. Вот как так можно? Я х*** не знаю. Просто машине 10 лет, а у нее ничего не работает. Вот 10 лет машине. Это, наверное, машина, которая может с BMW поспорить по поводу надежности. И ремонтопригодности. Мурк, здорово. Здорово. Решила, короче, тебе впервые лет за 6 просмотров двух твоих каналов все-таки закинуть денюжку. Спасибо. На твой Хавейл. Спасибо. На твою новую демократическую масложорку. Спасибо. Которую ты приобрел в долг, разумеется. Бл***. Короче, что я могу сказать? У меня на следующей неделе вообще пи***а, как дох*** экзаменов, б***ь. Да ну не х***. В медицинском это вообще... Я просто, у меня нет слов одни эмоции. Я урок. Одни эмоции. Вот. По заветам Камола, короче, взял себе на первую тачку двинчик с пробегом 52 тысячи. Ну ты б***ь, еб***ь. Вообще тонусный, нормальный, родной, почти не гнилой. Хлам. Там только единственное, единственное в чем, б***ь, загнили еб***ные пороги, б***ь. Спасибо, братик. Эки-аудисон, рациус, моноплок, сап 12 дюймов. Может, как-то заеду, продемонстрирую собака. Да на кой х*** ты, б***ь, б***ь. Привет. Как ты в этот, б***ь, китайский х*** в кущей киндодинамики поставил, б***ь, б***ь, б***ь. Ёб***ь, урод. Вот людям, вот это называется, когда собаки делают, б***ь, она яйца лижет, б***ь. Н***ь, китайцы автозвук. Пфу, б***ь. Да е***ю мать, ну нах*** я. Я теперь китайцы, волга, с мощным автозвуком. А ты так и езди на Хайвеле. Да нах*** мне нужен, у меня, б***ь, в этом играет отличная музыка в Кадиллаке. Я не знаю, что там за американские динамики 80-х годов стоят, но они с двухдиновой магнитолой играют просто идеально. Я сейчас не преувеличиваю, не хвастаюсь. Я реально поставил туда андроид-голову двухдиновую, и музыка заиграла в полном диапазоне. Я сам, б***ь, честно говорю, не ожидал от стандартной акустики Кадиллака таких возможностей. Покупайте Чанган, волга, братик. Спасибо. Покупайте Хавал, ребят. Хавал, ребят, на рынке уже более 8 лет в России. Берите Хавал. Чанган, ноу-нейм, говно. Хлам. А еще знаете, что можно с ними сделать? Их можно забавно друг против друга настроить. Короче, начинаешь одновременно злить двух кошек, и когда они на пределе ярости, просто резко отходишь, и они начинают п***ься друг с другом, поняли? Я сейчас не буду так жестко делать. Я вчера их стравил, то есть обеих кошек злишь прям до предела, чтобы они злые были, чтобы глаза покраснели. И потом резко отбегаешь. И кошки дерутся друг с другом, думают, что это они друг другу враги. Это так смешно на самом деле. Вот Мэдисон в Америке. Мне сейчас скинули видос с ним. Илюха же ею. Или от них? Спасибо. А чё взорвалось-то? Он поджёг чё-то? Вот чё взорвалось? Я столько раз этот видос в шортсах видел. Чё взорвалось-то? Чё там за газ был в машине? А, там ДТП было и он улетел. Подожди, то есть синхронно ДТП случилось в момент, когда он зажигалку открыл? Чё, давайте играть. Ещё один день. Где я? Кто я? Как тебя зовут? Меня зовут Михеев. Кого ты пытаешься надуть? Все знают, что ты просто скуф. И ещё один день. Ещё один бессмысленный день. Дружище, хорош киснуть. Всё не может быть настолько плохо. Как я дошёл до того, что мой единственный собеседник – это мой внутренний голос? Я не знаю. Проснись и пой! Ха-ха-ха! В одном он прав. Конечно, хорошо было бы провести в постели целый день. Хотя, впрочем, почему бы и нет? Да, я полежу. Масло, блядь! Я не собираюсь никак это комментировать. Говно, ребята! Кал! Денежку на кредит. Спасибо, фанат людей. Да, глядь! Ненавижу текстовые игры. Как ты ещё в детстве на пеньке ММХ пытался играть во всякие текстовые новеллы. И не понимал, как деды в это играли. Ну, назовём так, как наши отцы, да? Деды играли в это дерьмище. Но это же отвратительная ху**а. То есть, просто тыканье кнопок на те... Ну, тыканье выбора вариантов текстовых и так далее. Здесь, конечно, хоть какие-то картинки есть, типа, визуализации. Но всё равно это шляпа ж полная. Камол мне кое-что по секрету сказал. Он хочет сейчас, ну, подвинуть деда, короче, с позиции, с его. То есть, дед вторсырьём больше заниматься не будет. Камол, он помоложе, пожилестей. Камол хочет туда вечерком прийти, когда безлюдно будет. И с дедом порешать кое-какие вопросы, назовём так. И, то есть, вторсырьём будет заниматься в городе Даниил Владимирович. То есть, металлы, картон, муклатура, плёнка, пластик. Всё это будет под камолом ходить. Рэкет, то есть. Давно я ему говорил, тебе надо бандитом становиться, то есть, рэкетиром. Потому что у него прям форма вся такая, ну, рэкетир чистый. Мукожанку одеть, бэху старую купить или какую-нибудь аудюху, я не знаю, мерседес, кабан. И всё, он может спокойно вообще крышевать всех бомжей, которые картон собираются. Металлом. Если что, и цыган припугнёт тоже вообще. Плимут у него есть уже, чтобы возить весь в торсырьё всё. Вы представляете, если дед в шестёрку запихивает по полтонны? Вот. Бобёр лох, не общайся с ним. Почему? Он просто не может сварить никак. Вот чё мне Бобёр рассказал, чё он сварил? Пельмени сварил, макароны, борщ. Но шестёрки пока не сварил, поэтому я просто подожду. Весёлая серия на канале Мурфавер. Одним словом, спасибо за детство. Да какая самая весёлая? Большое тебе спасибо за 10 долларов, но я бы с тобой поспорил. Самые весёлые серии, я перечисляю. Серии с копейкой. Весь, в принципе, сериал с копейкой. Это очень хорошие душевные серии. Это очень хорошие ламповые выпуски. Дальше. Серии с газелью. Просто непередаваемая ламповость и вайп. Той самой гнилой, вонючей плесенью и тухлятиной газели. Я серьёзно говорю. Я смог передать вот этот запах тухлятины. Запах мёртвых каких-то собак, кошек, крыс, которые там в обшивках умерли. Я смог это всё передать сквозь видео людям. Это вот самая весёлая серия. Серии с Мерседесом, с мотором от вас тоже охуенно. Ты чё, сейчас какая-то попса уже идёт. Такая стагнация небольшая. Нынешние серии, они, да, ну, возможно, интересные. Но они уже никогда не станут такими интересными, как 4 года назад, например. Там был тоже задор свой определённый, понимаешь. Мутки с Камолом, когда он ещё не был в Тильде в таком. То есть, когда он не думал о том, что о нём там люди подумают, что о нём скажут. Где он снимался как есть. То есть, матерился там, да ну, ну, вот это всё. Где он там, моторы мы с ним таскали с пятёрки, там выдёргивали движки. Вот эти серии были нормальные, такие прям, ну, отдушина назовём, понимаешь. Но в этом году, я думаю, всё-таки в Ейске мне очень понравился город. Ейск. Вот, Ейск просто за*** город. Вика тоже не против. Сейчас вот бабки заработают с этого розыгрыша. Я думаю, в Ейск съездят. Потому что Ейск хороший, там, курорт вот этот, Ейск Резорт, отель, который единственный в Ейске такой премиальный. Басик отличный. Завтраки, кашки, кухня, хорошие номера с кондиционером, телевизор, спутниковое ТВ. Мне понравилось. Миш, без шуток, мне Таганрог больше понравился. Я на день в Ейск заезжал, потом в Таганрог на пару. Нет, ты не понял, мне Ейск понравился размеренностью своей, спокойствием. Там семейный отдых, понимаешь, Кость? Там исключительно семейный отдых. Там люди все семейные, с детьми, с бабушками, с дедушками, целыми семьями едут. Там немного другое, там не молодежь. То есть мне больше нравится времяпрепровождение более скувское, назовем так. То есть завтраки с бабушкой, с бабушками, да, назовем так, в столовой, в этой. Какая-то спокойная там возня в бассейне, где нет кучи подростков с своими колонками, вейпами, прочим дерьмом. Детишки в лягушатнике, а бабушки свои пи***и старые мочалки размачивают в бассейне. Мне вот это нравится, понимаешь? Такой немного скувский, да, подход. До Крыма ехать долго, знаешь? А, вот еще чем мне есть, кстати, нравится. Чем мне есть, нравится. До него ехать всего сколько там? 11 часов, сейчас я гляну. Я до Сочи пиз***ил 26 часов. И этот серпантин я никогда в жизни не забуду. Ху*** мою ногу там увидите больше, когда в этом Сочи. Короче, 14 часов до туда ехать. Но я долетел за 12 с половиной, по-моему. Я всю дорогу на Приоре держал 200. О чем мне не поверили люди. То есть мне не поверили, что я мог на Приоре всю дорогу 180-200 ехать. Я клялся им, божился. Пытался как-то пруфить, мне никто не поверил. Я клянусь, я на Приоре 180 всю дорогу ехал. Привет, Миша. Здорово. Просто живая Приора была. На ней 140 уже страшно, какие 180-200. Бл***ь, у меня была Приора с пробегом 69 тысяч километров. Вы что, дундуки, ехать в рот. У меня была новая Приора. Мне ее Гриша продал новую. Он себе ее покупал новую, как первую машину. 10 лет ей владел. Феликс, можно с макарошками самому. Слушайте, я в детстве была история. Мы, короче, с моим корешком придурковатым одним, не буду называть имя. Мы, короче, взяли корм Чапи. Помните такой корм Чапи для собак? Мы, короче, взяли Чапи. У меня на кухне у бабушки лежало три пакета. А он был Чапи со вкусом бекона. И мы не жрали корм Чапи. Знаете, что мы делали? Мы как сухарик брали Чапи. Три сухарика, пять сухариков в рот кидаешь Чапи. Рассасываешь их, пока они мякотью не становятся. Вот эту химию съедаешь с Чапи. И выплевываешь с Чапи. То есть съедаешь вот эти вот вкусности. Вот этот, как соус назовем так, да? Вот эту приправку съедаешь. А Чапи выплевываешь потом. И мы треть пакета Чапи с моим корешем съели. У меня лет шесть, короче, было. Да, вот он, ну, где-то лет шесть, наверное. Я его в гости пригласил, блядь, видак посмотреть. И мы с ним схурили треть пачки Чапи собачьего. Тожрать. Ну, сухариков не было, чипсов не было. Мы что-то смотрели там какие-то, типа, мультики, прочую хуйню. И начали жрать собачий корм. Он вкусный пи***ал, как сухарики-трикорочки. Вот когда... Знаете, с чем можно сравнить Чапи корм? Когда ты сухарики-трикорочки находишь маслянистый вот такой кусочек. То есть в каждой пачке трикорочки есть вот это самое вкусное место, где масло скопилось. Ну, я думаю, вам рассказывать не нужно, что все в детстве ели сухарики. И ты вот жрешь эту мякоть, мякоть я называл вот эту. Ты вот эти трикорочки берешь, и вот эта мякоть вкусная. А Чапи, они все были как мякоть. То есть ты ее обсасываешь, как будто ты с трикорочкой кушаешь сухарики. Вот. Так что... Ничего такая прикольная штука. Но бабушка нас увидела, типа, что мы это жрем собачью хуйню. Она отняла ее, и матери моей настучала, что, типа, они с дружком ели собачий корм. Вот. А один раз у нас была хуйня. Мы паштет собачий съели на даче у пацана одного. С похмелья проснулись. Осталось... У нас осталось, короче, 0,2 коньяка где-то, пиво выпито, коктейли выпиты, воды нет обычной. Осталось томатного сока, там что-то вот столько из двухлитровой бутылки, баклажки этой, пакета, пакетированный сок. Осталось вот столько томатного сока, 0,2 коньяка, и хлеб остался, нарезка, и паштет, короче, собачий, по-моему. Ну что-то такая хуйня какая-то корм. Вот, и нам надо закусить было, мы с похмелья, с дичайшего трясет, и мы, короче, еб***ли коньяк, томатным соком запи***ли, и с хлебом паштет в е***ли. Такие, нормально, чё, пойдет, никто же не узнает об этом. Как я рассказывал вам, как чел бы ушное пиво попил с утра, это тоже история пи***а отдельная, как, ну, б***ь, она уже байка такая, крылатая, назовем так. Как у нас пацан один, фраер, попил бы ушного пивца с утра. Смузи или кофе, не, я люблю кофе, клянусь, без пива, без алкоголя могу жить. Ну, говорю честно, е***л в рот этот алкоголь, он вообще не нужен, по сути. Если у тебя есть какое-то занятие, если у тебя есть хобби, алкоголь не нужен. Алкоголь в основном создан для, там, либо одиноких людей, либо кто в депрессии, либо кого уже подсадили на саму систему распития. Алкоголь вообще от него отказаться проще, чем от чего угодно отказаться. То есть, невозможно отказаться от кофеина, невозможно отказаться от никотина, от героина, метадона. Но алкоголь это смех, то есть, алкоголь можно бросить раз и навсегда, одним днем. Просто, б***ь, ну, это проблема в головах людей, назовем так. А вот никотиновая зависимость, она страшная, она страшнее на порядок просто, никотиновая зависимость. А кофеиновая еще хуже, это просто, б***ь, я жить без кофе не могу. Я как начал в 14 лет пить кофе, в 15 где-то, на меня начало действовать кофе. До этого на меня не действовало кофе, потому что я был гиперактивным ребенком. Меня даже к врачу водили из-за гиперактивности. Вот, и на меня кофе не действовало до 15 лет где-то. И только в 15 лет я начал понимать, что такое кофе и что оно тебе дает. Активность вот эту, разговорчивость, то есть, почему люди все пьют кофе. Алкаш, никотин не изменяет сознание, в этом и проблема. Алкоголь изменяет сознание, это другая зависимость, немного. Его можно не изменять, если ты найдешь себе хобби, любимую девушку, работу, кота, я не знаю кого угодно. Кто-то отдушину находит, ну, не знаю, в своих занятиях, ему не нужен алкоголь. А никотин, он не изменяет сознание. Его с детства тебе условно пихают, вот этим детям вейпы, эти одноразки, прочую... То есть, с самого детства тебя начинают загонять никотин в конских дозах, снюс и все вот это... Он не изменяет никак сознание. И от него почти невозможно отказаться, блять. То есть, это такой, как сахар вот, по сути. Сахар же тоже не изменяет сознание. Но люди сидят на сахаре и не могут без сахара. Ни чай, ни кофе, вот как Нитроксенус, он рассказывал о своей любви к сахару на стримах. Вот он не может без сахара жить, вообще никак не может без сахара. Ему все надо с сахаром, чтобы все было с сахаром. Чай с сахаром, кофе с сахаром. Тут такая же хуйня. От алкоголя проще отказаться. Просто найти себе что-то, чем... С помощью чего ты отвлечешься. А от сигарет ты ничем не отвлечешься. Даже если у тебя будет богиня секса рядом, ты все равно не забудешь сигарету никогда. Алкоголь ты забудешь. Вот у тебя секс-бомба, ты можешь ебать без лимита, она рядом. От алкоголя можно сразу же отказаться. То есть и заниматься чем-то более интересным, назовем так. А вот сигарета... Сложно, нет, нет. Даже секс такой богини не даст тебе возможности отказаться от сигареты. Ты сразу захочешь курить. И до, и после, и в процессе, возможно. А алкоголь можно не употреблять. Так что... Как-то мы с моим корешком закадычным, с кем мы паштет жрали как раз, как-то мы с ним познакомились у круглосуточного магазина с двумя уральскими парнями. Прям такими четкими уральскими парнями. Без приколов говорю. Говор уральский. Вот чисто как в ЕКБ со мной разговаривали. Нам там, условно, ему было... Моему корешу 19, мне, по-моему, 16 или 17 лет. Не суть важна эта. Мы познакомились с уральскими пациками. С ними попили по яшке, по серебристой. Тогда еще серебристый ягуар продавали. Ну, кто помнит, тот помнит. Что-то взяли Певчанского. Мы себе взяли с корешем моим. Две полторашки, что ли, или три полторашки жатецкого гуся. Что-то такое мы набрали там, в круглосудки. И они взяли тоже четыре полторахи на двоих где-то. И мы думаем, где затусить? Месяц ноября, по-моему, или начало декабря. Уже так, минус там 2 на улице, минус 5. Прохладно достаточно. И мы, ну, немного посовещавшись с корешем, решили этих малознакомых пацанов пригласить к нему на дачу. На загородную резиденцию, назовем так. Дача вообще без удобства. Там нет ни света, ни отопления, ни печки, ни хуя нету. Но зато это дача. Там есть окна, двери, можно закрыть. Там кровати есть, можно посидеть. Столик есть, в карты поиграть. И мы забрали пиво в пакетах. Погнали на дачу на эту. Забурились туда. И в чем прикол? На улице минус 3, минус 5. Ночь. Достаточно прохладно. У нас из отопления были 2 керосиновые лампы. Мы покупали керосин отдельно. И жгли керосиновые лампы внутри. Такие советские старые керосиновые лампы. И мы дышали. Вот сейчас без приколов говорю. Все отопление в доме, на втором этаже этого дома, было за счет 2 керосиновых ламп. И того, что мы дышим компанией целой. И где-то за час дом прогревался. То есть, плюс уже становился в комнате. Не минус 4, как на улице, а плюс 2 где-то. Уже можно было спать, покемарить, если что, отдохнуть. И в связи с этим, мы не выходили писать на улицу. Потому что мы берегли тепло. Один взмах дверью, и все, что мы надышали за 2 часа, оно превращалось в холод собачий. Сразу инием, стекла покрывались, все остальное. Поэтому мы ссали в уже выпитые баклажки пива. То есть, отходили по очереди в дальний угол комнаты. И писали в уже пустые баклажки. С жатецким гусем. Это у нас уже была норма. То есть, мы привыкшие, а эти пацаны с Урала сначала немного менжевались. Типа, что мы хуи тут в углу будем доставать. Но потом сами поняли, что реально холодно будет. Потом не поспим, не поваляемся, ничего. И тоже начали ссать в эти бутылки. Короче. Мы все это успешно распили. Попили, посидели. Почти все пиво там, ну, все вылакали. Кто-то раньше у***лся спать. Там две кровати стояло. Кто-то позже. И встали мы с моим корешком самыми первыми. С утра. Часов восемь, там, в полвосьмого утра. Уже светало. Мы с ним встали, что-то. Начали там курить сигарет, как я старый. И тут просыпается один из вот этих уральских пацанов. Он спал, получается, с своим другом на... У края кровати, назовем так. Не у стенки, а у края. Он просыпается, говорит, о, пацаки, здорово. Там, что там, да как? Миша, не дай сигаретку. Там сигарету берет. Закуривает сишку и говорит, о, за***к. Мы даже не смотрим, что он там делает. Кровать чуть по отдалению от нас находится. Он говорит, о, за***к. Слышим звук открывающейся бутылки. И жадный звук причмокивания, как он резко залпом начинает эту бутылку пить. Я думаю, вы уже поняли, что в этот момент, блядь, произошло. Короче, он с просони забыл к ху**ам собачьим о том, что это не бутылки, полные пива, блядь. Это бутылки, в которые мы вчера всей толпой мочились. А пива уже нет, естественно, давно. Никакого пива. Мы его выпили еще в три часа ночи, когда, блядь, спать ложились. И мы с моим корешем не подали виду, что мы поняли. Ну, мы знали, что в этой бутылке находится. Мы не подали виду, что мы поняли, что он выпил мочу. Потому что, ну, пацак такой опасный, назовем так. А он, не поморщившись, сделал вид, что все нормально. То есть, ну, все так и должно быть. Хотя, я думаю, он прекрасно понял, что он только что хапанул. И что он так жадно только что залпом отпивал. Вот такая вот простая и такая базированная история. Про то, что не стоит пить содержимое того, что находится в неизвестных бутылках тебе. А, ну, вот катались на жиге, короче. И там девчонка, она стеснялась до последнего сказать, что ей ху**ло. Вот. И в итоге обливала все вплоть до торпеды. Ну, я рассказывал эту. То есть, она такой фонтан изрыгала из ягуаров, что торпеду оху**ло водили. Она на заднем сидении сидела, если что. Вот. Посередине она сидела. И оху**ло ему все. Магнитофон, блядь, диски. Я рассказывал тоже эту байку. У него еще там лежал поддискник такой. Ну, помните, в жигах раньше ставили в те годы, чтобы диски в подлокотнике хранить. Там всякие такие коллекции дисков разных. Короче, все. И диски, всю музыку, всю. Так есть же уже Сан Саныч. Он же занимается этим. Уже года три, наверное, четыре. Спасибо, аноним. Ты что, есть же нарезки стримов. Вот, я с Кул Рэем стоял. Пацан приезжал на новом абсолютно... Новом Кул Рэе. Ко мне. Похвастаться, назовем так. Ну, и дал прокатиться, поюзать его. То есть, посмотреть. Я тогда уже к китайцам присматривался. То есть, это февраль 24-го года. Я уже начал понимать, что с BMW что-то не так. То есть, ну, надо прекращать эту хуйню с BMW дрочерством. Потому что, ну, я уже не вывожу морально. То есть, у меня уже... У меня силы именно моральные кончились. На ебаном BMW ездить. То есть, у меня не было уже финансовых возможностей больше вливать и каких-то психологических возможностей вливать деньги в бэхи. Николай. Мой любимый Николай. Не просто чудотворец. Знаете, что у него, казалось, есть? Догадайтесь, что есть у Николая. Чего нет у меня. У него есть C-категория. И я его хочу попросить, чтобы он сгонял, купил мне вот это на дачу. Я хочу играть в игрушки с этой машиной. У него есть C-категория. Мы даже с ним можем в ГАИ оформить машину поехать на меня. Он за рулем будет просто. Знаете, что чел делает? Он стоял за 180 тысяч. Его никто не покупает. Он поставил 160 тысяч. И сейчас 199 тысяч. То есть, я не знаю, почему он его так продает. На ходу своим ходом теперь едет. Был разморожен блок. Блок лопнул с двух сторон. Заклеил по ксиполам. Проработал почти час на хэ-хай с перегазовками. Не потекло. Ой, боже. Ну, короче, вот что-то такое. Купить, но получше состоянием, разумеется. Я имею в виду. Что с Азаматом сейчас? Да все как обычно работает. В основном сейчас таксишки всякие обслуживают. Ну, я имею в виду все вот эти таксишные машины, как и раньше. Nexie, там, блядь. Solaris и прочее. Азамат просто обленился. Вот я недавно помогал Камолу. Меняли подшипник ступичный Камолу. Азамат, знаете что? Азамат даже отказался просто на подъемник машину закатить, проверить, какой подшипник гудит. Да нет, это больше... Эти диски не то, чтобы слушать берут. Больше как сувенир, ну, как мерч, я не знаю. 500 рублей сейчас это, ну, там, 5 долларов условно. Это не какие-то прям сумасшедшие деньги, знаешь. Вот сколько кофе у нас в среднем стоит 200 рублей стакан. Нормального человеческого кофе, я имею в виду. В кофейне или на заправке, там, 2 сотки. 2 чашки кофе, по сути. О, или 2 шавермы, у нас везде по 200 уже шавермы. 190-200. Кто-то демпингует еще, 190 продает. В основном 2 сотки шавермы. Но я сейчас перестал жрать шаверму, кстати, всю эту хуйню. Объясню. У меня у дома прям вот этот тандыр ебаный расположен. Ну, что вы там во видосах его постоянно видите, где я машину паркую, там тандыр. Знаете, где готовятся все эти булки? Тесто замешивается. Где вот эта курица рубится, где овощи они рубят. Там же, где у них сральник и сальник. Там же, где у них умывальник и где у них лежанка, чтобы спать. Это антисанитария полная, нахуй. Давайте, всем всего самого доброго, самого хорошего. Спокойного утра и...